Итак, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А я сейчас делаю вот такое вот. Это у меня второе. На первое у меня супчик, а на второе у меня вот что. Кто смотрит мои видео, девчоночки, тот знает, что я употребляю вот в таком состоянии куркуму. Вот в таком состоянии куркуму. Вы спросите, а что это такое? Что это такое? Я внизу, вот внизу, вот здесь, вот внизу, сейчас я вам покажу, вот тут внизу, я вам сделаю ссылочку. Обязательно сделаю ссылочку. Вот такой тоненький кусочек хлеба беру, тонюсенький, но только серый. И намазываю на куркуму. Куркума это бесподобно, это просто как заменитель антибиотика. Вот лучше профилактика, девчонки, чем лечение. Мне там написали, я таким образом и отвечаю заодно на вопросы про мочевую, половую систему, про циститы, про все такое прочее. В общем, у нас их нет и быть не может. Мы все здоровые, красивые и сильные. Но мы употребляем много куркумы. И я вам скажу, что симптомы вот этой инфекции, да, они, они вызываются специальной бактерией. Ну, я не буду ее называть, неважно. Но вот куркума, она именно обладает противовоспалительными свойствами. И она способна остановить производство вещества под названием NF-капа-бэ, которая отвечает за воспаление в мочевом пузыре. Это уникальная вот способность, делает куркуму полезной для лечения болезни крона и язвенного колита. Это чтобы вы знали, куркума для лечения рака вообще супер. Вот во многих исследованиях показано, что куркума именно обладает вот противоонкологическими свойствами. Вот эту специю можно применять как для профилактики, так и для лечения разных видов рака. Люди регулярно включают в свой рацион эту специю. И те, кто включает в рацион, это уже выяснили английские ученые, я прочитала публикации, то уже доказано, они меньше страдают. В общем, если вы хотите быть здоровыми, сильными, красивыми, очень хорошо, кто, ну, у кого высыпание или что на лице лица, лицо становится блестящим, хорошим, не будет у вас ничего, ничего у вас не будет лишнего, если вы это употребляете. Как я делаю? Как я вот эту смесь делаю? Я не буду повторяться, я внизу лучше сделаю ссылочку, там как раз побольше информации о куркуме. Я куркуму обожаю. И там больше рассказано. А куркума для кожи, например, в Индии на лицо, на руки невесты наносят пасту. Вы думаете, просто так? А когда, знаете, у них есть такой фестиваль у индусов, когда бегают раздетые одни из видов йоги, там же у них 4 направления основных, и вот одно направление, они бегают голые. И они вот себя вымазывают куркумой, я так думаю, чтобы не получить инфекции друг от друга. Вот. И у них это здорово получается. Вы знаете, они не болеют потом вирусами всякими. Так. Мы от всего должны брать хорошее, хотя мы не должны бесноваться. Вот я считаю их беснующимися, когда вот они голые бегают. У них одно есть, есть такие наги, наги. Они называются наги. От этого слова нагая. Что ты бегаешь ногой, да? Ногой, нагая. Наги. Вот эти наги, они вымазываются куркумой, они бегают полностью голые, абсолютно оголенные. И полиция, мало того, их охраняет. Они агрессивные. Я называю бесноватые. Беснуются. Те, кто не верят в единого Бога, Отца, Вседержителя нашего, тот просто беснуется. Это ясно и из Библии, и из других священных писаний. Коран, Тора, Библия. Это писания, в которых мощно об этом сказано, чётко. Вот. Это беснование. Ну, как можно скакать? Ногим, да? Мужикам вокруг. Женщины, дети. А они скачут, причём в огромном количестве. Посмотрите, это интересно. Вообще изучать другие культуры, вникать. Это настолько интересно. Узнавать ихнюю психологию, их образ жизни, их философию, погружаться и понимать, насколько они неправы, в чём они неправы, как они ошибаются, что ж они делают. И видеть, как мучаются их больные люди на улице, и они проходят мимо, потому что они считают, что вот так вот с ними их боги поступили. И богов там много. И в виде этого слона, и в виде крысы, и абсолютно разные у них. Это, конечно, понятно, что это беснование, но нам надо знать, нам надо развиваться. Я как-нибудь вам расскажу. Это очень интересно, очень интересно. Интересная философия. И я смотрю с точки зрения, насколько и как они в этом заблуждаются. Когда наши люди, которые верили в единого Бога, вдруг поворачивают и начинают беснования вот эти, то понимаешь, что дело пахнет керосином. Но мы храм Божий, мы должны любить себя. Наше тело – это храм Божий, который нам дал Господь Бог, и внутри нас обитает дух, вы сами понимаете. Господь Бог еще до рождения, мы еще не родились, а Он уже знал, какой дух кому раздаст. Ну, так написано в Библии. Поэтому внутри нас живет Дух Божий, но и тело нам дано, и нам надо за ним ухаживать, и нам обязательно надо брать со всех культур, отовсюду все самое лучшее. Вот. У меня на первое будет сегодня супчик, я уже его сделала, куриный и гороховый. Горошек у меня зеленый, замороженный, с лета. Вот такой горошек я добавляю. Вот. И на второе вот у меня два бутербродика для сына, три, два для мужа, один для меня. Ну, вот так вот. Все. А я вас всех люблю, целую, будьте здоровы, не болейте, дай Бог здоровья всем, всем, всем моим родным и близким, моей семье всей, чтобы все были здоровы, чтобы Господь Бог обильно благословлял во всех сферах жизни их. Я благословляю также и интернет свою, свою семью, и также интернет семье желаю, чтобы Господь Бог благословлял обильно всех и во всем. В здоровье, в финансах, в доме, в семье, во всем, во всех сферах вашей жизни. Будьте здоровы, не болейте. Оставайтесь со мной, у нас еще много чего интересного. Спасибо.